Такие предупреждающие розовые таблички здесь теперь повсюду. Они появились после события, которое всколыхнуло интернет и привлекло внимание журналистов и историков. Самопроизвольно обрушился северо-восточный угол главного здания – усадьба Гребнева. И, пожалуй, самая первая мысль, которая приходит в голову – ну вот и все. Или еще нет. Усадьба – памятник архитектуры федерального значения постройки второй половины 18 века – уже 25 лет находится в удручающем состоянии. Толчком к разрушению стал пожар 1991 года в главном господском доме. В разные годы пожары тревожили и оба флигеля усадьбы. Здесь не осталось ни одного целого здания. Во всех провалились крыши, разрушены перекрытия. Владелец усадьбы – акционерное общество, распорядительная дирекция Министерства культуры России – не принимало никаких мер по сохранению исторического объекта. Не было ни ограждения, ни предупреждающих надписей об опасности нахождения вблизи ветхих зданий. Поэтому территория усадьбы стала излюбленным местом фотографов, влюбленных романтиков, свадебных церемоний и просто беспечных гуляющих. Случалось, на первом этаже барского дома жгли покрышки, в усадьбе проводились концерты с громкой музыкой. Даже на автомобиле сюда заехать не проблема, хоть ворота и перекрыты бетонными блоками. Лишь по счастливой случайности при обрушении фасада 30 апреля никто не пострадал. Но точка невозврата пройдена, считает краевед Александр Послыхалин. Он – автор книжки 2013 года об истории усадьбы. Как раз сейчас готовят к публикации дневник имения санатория Гребнева, написанный последними владельцами усадьбы Гриневскими в 13-17 годах прошлого века. Жаль, этот праздник для него уже омрачен. Впрочем, специалисты ждали разрушения главного дома. В 2014 году приезжавший сюда реставратор сказал, что усадьбе остается всего лишь два года. Если, ну вот, прежде чем наступит критическая аварийность, в которой она сейчас находится, то да. Вот. И, в общем-то, вот мы видим, прошло два года, и действительно все прогнозы случились. Причин, почему именно в этом месте произошло обрушение, Александр называет несколько. Несущая восточная стена была ослаблена двумя вырубленными в ней дверными проемами. Кроме того, под этим углом находился винный погреб, и угол постепенно проседал под воздействием грунтовых вод. Наконец, именно здесь, в 91-м году, и возник пожар. Ну, и отсутствие хозяина, конечно. Когда мы долго не занимаемся чем-то, когда мы не сохраняем то, что мы любим, то, в общем-то, это вот главный фактор, конечно, человеческий фактор. Если бы здесь вкладывались деньги, достаточные средства в сохранение, то мы бы, конечно, такой ситуации не наблюдали. Распорядительная дирекция Минкульта объявляет и проводит аукционы по продаже усадьбы. Но из-за высокой стартовой стоимости, 152 миллиона рублей плюс многочисленные обременения, они не приводят к результату. Очередной назначен на 31 мая. А между тем, еще неизвестно, насколько обрушение повлияло на общую устойчивость оставшейся части здания. Разрушения могут пойти дальше. Стена, примыкавшая к обрушенному углу, держится на честном слове. На фоне этого в светлое будущее здание верится с трудом. Хотя надежда, как известно, дамы живучие. Восстановить можно все. После бомбардировок немецко-фашистских захватчиков, после 45-го года, после победы, восстанавливались усадьбы даже с нуля, даже сгоревшие усадьбы, и ничего не происходило. Но вот эта вот аутентичность, конечно, будет потеряна. И она уже потеряна навсегда. Можно сколько угодно сетовать на время, на отсутствие хозяина. Но согласитесь, немаловажен человеческий фактор. Сегодня он особенно актуален. Не зря же здесь после обрушения устроили вот такое, пусть условное, но ограждение, которого, как вы видите, уже в некоторых местах практически нет. Гулять на территории Гремниевской усадьбы сегодня очень опасно. И для здоровья гуляющих, и для состояния самой усадьбы.